Добрый день! На 12-м канале новости, в студии Ирина Бабкова и главное в выпуске. За новыми знаниями во дворец науки первый звонок прозвенел в школе мечты в Петропавловке. Открыли сезон фееричной победой. Авангард преподал урок московскому ЦСКА, как в Омске болели за ястребов. Вернулся, чтобы спасти детей, голливудский клоун вновь в Омске, о чем предупреждает Пеннивайз. Десант чистоты, военные общественники спасают за тон от мусора. И Омский симфонический оркестр попал в Книгу рекордов Гиннеса. В школах региона сегодня дают звонки в честь Дня знаний. Торжественные линейки проходят во всех образовательных учреждениях. В регионе их 712. В этом году за парты впервые сели 27 тысяч первоклассников. Из них 15 тысяч в школах Омска. И это абсолютный рекорд. В каждой школе региона сегодня дежурят сотрудники полиции. Учеников охраняют полторы тысячи человек. Среди них и представители частных охранных предприятий, и общественники. Усилить меры безопасности во время торжественных линеек поручил губернатор. Участвуют в этой работе казачества, добровольные дружины и так далее. Сегодня безопасность обеспечивается еще и техническими средствами. Это в каждой школе металлорамки, противопожарные сигнализации и так далее. Поэтому я надеюсь и уверен в том, что сегодня все линейки пройдут в условиях безопасности, и все будет хорошо. У школ сегодня дежурят и сотрудники госавтоинспекции. Они контролируют парковку автомобилей и следят за пешеходными переходами. В усиленном режиме инспекторы будут работать и весь сентябрь. Патрули разместят неподалеку от школ, граничащих с проезжей частью. Таких только в Омске больше 60. С Днем знаний учеников 55-й школы поздравила Оксана Фадина. В этом году здесь аж 7 первых классов. Всего же в школе космонавтики учатся 1800 ребят. Мэр пожелала отличной учебы и личного счастья. Особое внимание Фадина уделила 11-ти классникам, которым за год предстоит определиться с профессией. Вспомнила градоначальница и свой первый звонок. Первый звонок я не подавала. Я пришла в школу самая маленькая. И самая маленькая я была в строю до 4-го класса. Но в 7-м классе я уже играла в нападении баскетбольной команды. И играла за Большереченский район. Честно говоря, готовилась к первому сентября всегда волнительно. За неделю уже до того, как идти в школу, не могла ни о чем другом думать. И всегда думала о том, как я провела свое лето. При этом готовилась к тому, что учителя нас встретят и обязательно спросят, что ты прочитал этим летом. 55-я школа в этом году отмечает большой юбилей – 80 лета. В прошлом 45-ю годовщину отпраздновал знаменитый школьный музей космической славы. Напомню, здесь хранится одно из самых старых посланий – пирамида времени. А глава региона Александр Бурков сегодня в первый класс отвел сына. Его заметили на торжественной линейке в 19-й гимназии. Папарацци выложили фото в соцсети и отметили. Бурков пришел на праздник не как политик, а как обычный отец. На сцену не поднимался, речей не произносил, а за сыном наблюдал в окружении других родителей. Первый учебный день омечей порадовала хорошая погода. Конец лета выдался холодным, шел дождь, но сегодня потеплело. На улице солнечно, 14 градусов со знаком «плюс». В нем возможны кратковременные осадки. Аналогичная погода сохранится и завтра. К середине недели, обещают синоптики, еще потеплеет. Средняя температура составит плюс 16-17. В Муромцевском районе день знаний наступил точно по календарю. 1 сентября в деревне Петропавловка открыли ультрасовременную школу. Проект уникального образовательного центра разработал народный архитектор России, а классы оснастили по последнему слову техники. Деньги в масштабный проект вложил меценат Борис Коваленко. Так он исполнил свою детскую мечту об идеальной школе и сделал подарок юным землякам. Елена Смирнова увидела школу мечты. В храм науки с Богом юных муромчан на уроке сегодня провожают не только мамы и папы. Новую школу освещает митрополит Омский Таврический Владимир. Этого дня жители района ждали два года. Первую сваю здесь забили летом 2017-го. И вот дверь для сотен ребят распахнул современный образовательный центр. Мне очень понравилось в новой школе. Тут очень красивый актовый зал, столовая, классы. Вот такую школу я ни разу вообще нигде не видела. Я очень рада своего сына, что мы такого не видели в свое время, не попали. Школа какая? Большая, она красивая. А назвать школу средней просто не повернется язык. Подобных на всю страну единицы точно такой же и вовсе нет. Дворец знаний возвели по уникальному проекту. Его автор знаменитый архитектор Владилен Красильников. Тот самый, что проектировал цирк на Цветном бульваре, оперный театр на площади Бастилии в Париже, российский культурный центр. В Муромцевской школе одновременно смогут заниматься 264 ученика. Пока учебные планы стандартные, но в будущем здесь ведут дополнительные занятия для одаренных детей. Условия самые, что не есть, самые лучшие. Если мы обратим внимание на нашу школу, здесь, во-первых, будет робототехника. То, что является на сегодняшний момент движущим направлением. Хочется сказать огромные слова благодарности. Это нашему меценату Борису Ивановичу Коваленко, который построил просто храм знаний. Также слова благодарности это правительству Омской области и нашему губернатору Александру Леонидовичу, который постарался снабдить наши кабинеты самым современным оборудованием. Мультимедиа, интерактив. О такой школе в далеком детстве мечтал и сам Борис Коваленко. Уроженец Петропавловки сейчас живет в Туманном Альбионе, управляет успешной инвестиционной компанией. Ну а малой родине не забывает. Построил здесь церковь, домкультура, детский сад, а теперь вот ультрасовременную школу. Для меня этот день сегодняшний, он очень трогательный. Я довольно человек такой, немножко по складу характера суровый, но даже у меня прошибла слезу в этом отношении, когда я смотрел все это, наблюдал вот это вот действие. И, конечно, тепло на сердце, тепло на душе и слезы на глазах. Поэтому, в общем-то, все как бы отлично. Идею бизнесмена поддержал губернатор. За счет областного бюджета модернизировали котельную, построили инженерные сети. 70 миллионов рублей потратили на техническое оснащение классов. В каждом новая интерактивная доска. В ближайшие дни проведут интернет и установят мультимедийные столы. Учитель истории здесь сможет показать ребятам батальные сцены, а преподаватель английского провести виртуальную экскурсию, например, по Лондону. Для меня, как для руководителя, встает второй вопрос. Такая шикарная школа, как ее содержать будем, какие планы в дальнейшем. Может быть вообще какой-то делать, я не знаю, класс или подразделение Сириус, Центра творческого развития детей. Это может быть школа, которая сегодня станет, скажем, точкой роста очередной для нашей образовательной омской системы. В первые дни учеников будут знакомить со школой вместо уроков, экскурсии. А уже после юные муромчане с головой окунутся в мир научных открытий. Педагоги уверены, их будет немало, ведь учиться плохо в такой школе просто невозможно. Елена Смирнова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Ну а я добавлю, что Борис Коваленко первым в регионе удостоен почетного звания заслуженный меценат Омской области. За вклад в развитие родного поселения его также отметили знаком отличия заслужения Омской области. Обе награды бизнесмену присвоили еще летом, а лично он получил их из рук губернатора на открытие новой Петропавловской школы. Взяли реванш и кубок открытия. Омский авангард одержал первую победу в сезоне и одолел чемпиона прошлого года, московский ЦСКА. И хотя первую шайбу ястребы пропустили, сумели отыграться и довольно эффектно. Фирменный трюк выдал Максим Чудинов, пальнул от своей синей. Дублем отметился и Кози Франсен. За первой игрой сезона омские болельщики следили в фан-зоне на красной звезде. Вместе с ними команду поддерживала и Анна Кокорина. Омский! Омский! Нескончаемый шум трибун так в лучших традициях домашнего стадиона. Омские болельщики приветствуют старт 12 сезона розыгрыша Кубка Кагарина. На победу не только в первой игре, но и в сезоне команду настраивают 2000 омских фанатов. Для них зажигательные танцы девушек черри, живая музыка и гимн авангарда в исполнении группы стерео. Ну, жалко, конечно, ушли наши лидеры. Очень жалко, конечно. Но пришли ребята не менее сильные. Ждем от них не меньше лучшей игры. Верим в команду, верим в тренера. А правдовать о ждании болельщиков ястребы начали не сразу. На 13-й минуте шайба влетела в ворота Бабкова. Но духом не пали, голым в раздевалку вернули в игру равновесия. А радость о мяче усилил до боли знакомый голос. Шайбу забросил Коди Франца. Номер четвертый. Адреналин. Здесь плечо друга. Плечо болельщика, плечо фанатов. Это настоящая мячи, крепкая большая семья. Нам нужна арена. Нам нужен хоккей. Нам нужен авангард. Азарта омской фан-зоне добавили супер-призы. Главная – поездка на игру в Балашиху. В борьбе за нее болельщики угадывали фамилии игроков по номерам и улыбкам. Здесь эмоции, здесь толпа. Кричишь, болеешь, поддерживаешь. Это непередаваемо. На самом деле я не думала, что правда. Вот так все просто происходит. Вот так раз и выиграла. И все же главным подарком фанатам стала фееричная игра. Максим Чудинов не стал томить, и в первом же матче застал врасплох опытного голкипера армейцев. Пальнул от своей синей. Успех омичей закрепил Коди Франсон. У него дубль. 1-3 кубок открытия в копилке ястребов. Третий период. Ребята, они очень агрессивно играли. Везде шли. Показали хоккей авангарда. Блокировали броски. Везде не сдавались. Также продолжали играть агрессивно. И все заслужили лучшего игрока сегодня. Кубок открытия. Первый в истории авангарда. И яркая заявка. Команда поборется за главный трофей КХЛ. Первые два очка уже в копилке. Анна Кокорин, Сергей Гаев, 12 канал. Традиции, заложенные в прошлом году, авангард продолжил и в этом сезоне. С победой ястребов поздравил Александр Крылов. В раздевалке он каждому пожал руку. По-отечески обнял Валентина Пьянова. И надолго задержался, беседуя с Денисом Зерновым. Пойвард авангарда еще на предсезонном турнире в Питере получил травму на обследование. Игрок ездил в Германию. Реабилитация продлится 5-6 месяцев. Так что и следующий матч Зернов будет смотреть с трибун. На выезде 3 сентября ястребы сыграют с финским йокеритом. Смотрите под ноги. Амичей предупреждают об открытом люке, в который могут провалиться дети. Его обнаружили на пересечении улиц 5-й Северной и Арктической. Фото разместили в социальных сетях. Люк прикрыт горой мусора и травой. При этом рядом школа и пешеходный переход. О скрытых опасностях предупреждают и омские поисковики. Необычную фотосессию они устроили для танцующего клоуна Пеннивайза. Персонаж знаменитого романа Стивена Кинга известен как охотник за детьми. И судя по этим кадрам ждет школьников в открытых колодцах, опасных ямах, развалинах и на заброшенных стройках. Так что от всего этого юным амичам стоит держаться подальше. В Омске наконец начали убирать площадку возле затона РЭП на левом берегу. Это искусственный водоем, где чинят пароходы. Место облюбовали амичей. Все лето здесь отдыхали шумные компании. И территория быстро превратилась в свалку. Бутылки, пакеты и консервные банки навести порядок решили волонтеры, в том числе общество велосипедистов и десантников. Мы с братом решили показать, что десантники не только могут в фонтанах купаться. Как говорится, чистый город, чистая совесть. Мне приятно, когда идешь и все чисто, ты как-то и на душе спокойно. И когда автоматически чистота, ты не хочешь пакостить. Вы знаете, я иногда беру мешки с собой и вот я ловлю, например, в диаметре 20 метров, я все убираю и вывожу с собой. Я беру с собой. Не, мы рыбаки, как правило, это... Мусорят, как правило, отдыхающие. Рыбаку не будет мусорить. Всего за несколько часов добровольцы собрали больше ста мешков с мусором. Впрочем, отходов здесь столько, что за один раз не убрать. Поэтому волонтеры планируют выйти на субботник и в следующие выходные. Приглашают на генеральную уборку и всех желающих. Омские музыканты помогли установить мировой рекорд. В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-арена» больше 20 тысяч хористов исполнили гимн России в сопровождении оркестра из 8 тысяч музыкантов. Священная держава звучала 20 разными инструментами. Клавишными, ударными, струнными и духовыми. В состав оркестра вошли представители 85 регионов страны, в том числе и Омский симфонический. Голосами стали не только профессиональные вокалисты, но и волонтеры, футбольные болельщики, общественники и зрители. Самый большой оркестр вошел в книгу рекордов Гиннесса, превзойдя результат, установленный в 2016 году. Тогда на арене во Франкфурте собрались чуть больше 8 тысяч музыкантов и исполнителей. И последнее. Мечей зовут поучаствовать в одном из самых экстремальных забегов в мире. Началась регистрация на рождественский полумарафон. Он стартует 7 января на Соборной площади в 13 часов. Бегуны смогут выбрать одну из трех дистанций. Это 3, 10,5 и 21 километр 100 метров. Чтобы их пробежать, нужно внести от 500 до 2000 рублей в зависимости от дистанции и этапа регистрации. И чем раньше, тем дешевле. Одной из первых зарегистрировалась замминистра культуры Анна Статва. Об этом чиновница рассказала на своей странице в соцсети. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час-Новостей. И о погоде. Спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Завтра, 3 сентября, по региону Пасмурно. Местами возможны дожди. Температура воздуха в районах ночью плюс 7, днем до 15 градусов тепла. В Омске без осадков. Ночью термометры покажут плюс 6-8, днем потеплеет до плюс 17. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В сентябре купи теплицу на дачные просторы. И сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Приведи соседа и получи подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Акционисты до 30 сентября. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова